На этом канале мы рассказывали о том, как направлять внимание игрока с помощью левел-дизайна или повествовательных механик, но до сих пор не касались темы на стыке психологии и геймдева. Цвета. Да, у нас есть небольшой ролик об основах цвета, но сегодня поговорим о том, какие эксперименты с ним проводят и какие уловки используют разработчики. Сценарий написал Артемий Леонов в кадре Алексея Луца, и я смонтировал этот выпуск вместе с Сашей Рыбаковым. Начнем. В 2000 году исследователи из университета Нортумбрии провели эксперимент. Группам испытуемых давали играть в простые игры, которые отличались лишь цветом фоновой картинки. Те, кто играл синим цветом, улучшали свои показатели на протяжении всей игровой сессии, а те, кто с красным, примерно на середине достигали пика, а потом играли хуже. Это связывает с перевозбуждением, потому что, скорее всего, у них из-за красного цвета сильнее билось сердце. В 2010-м голландские ученые провели подобный эксперимент, но использовали более сложную игру. Они создали несколько локаций в редакторе сценариев для Neverwinter Nights. Чтобы пройти игру, нужно было побывать в четырех комнатах, каждую из которых окрасили в свой цвет. И небольшое отступление, чтобы вы не подумали, будто бы мы сейчас начнем втирать какую-то эзотерическую чушь. Согласно исследованиям Роберта Плачика, психолога, который работал задолго до появления видеоигр, каждый цвет можно соотнести с некой простой эмоцией. К примеру, по его версии, голубой соответствует удивлению, темно-зеленый – страху, желтые – радости, оранжевый – предвкушению, красные – ярости, а темно-синий – печали. Исследователи со своим экспериментом в Neverwinter предположили, что наиболее часто игроки испытывают удивление, страх, радость и ярость. Поэтому в ходе эксперимента использовали соответствующие цвета – голубой, темно-зеленый, желтый и красный. И выяснилось, что наибольшее удовольствие испытуемые получали в желтой комнате, тогда как в красной сильнее волновались. Причем есть нюанс, когда их спросили, кто себя считает опытным геймером, а кто новичком, оказалось, что только на новичков цветовое восприятие существенно оказывало какое-то влияние, тогда как опытным было вообще все равно. В 2011 году специалисты из университета Огайо попытались выяснить, насколько цветовая палитра игры влияет на эффективность игрока. Для своего эксперимента они использовали редактор уровней для Half-Life 2. Оказалось, что зеленое освещение влияет на результат негативно. Испытуемые проходили уровень дольше и чаще погибали по сравнению с теми, кто играл при синим, красном или нейтральном освещении. А еще ученые выяснили, что игроки ощущают более сильную эмоциональную связь с локацией, в которой доминирует некий определенный цвет. На нейтральные уровни они реагировали в меньшей степени. Этим пользуются создатели абстрактных игр. Обычно уровни в них визуально очень похожи друг на друга, и разработчики окрашивают их в разные цвета, чтобы вызвать у игроков эмоции. Как отмечают разработчики Херман Талликен и Джонатан Бейли, в своей статье для Гомосутра, смена основного цвета это дешевый способ создать иллюзию разнообразия контента. Небольшое включение из монтажа. На случай, если вы не понимаете, о каких ученых идет речь, в описании я оставил ссылки на все источники, поэтому заходите и убеждайтесь, что мы ничего не придумываем, эти исследования на самом деле существуют. А теперь продолжайте смотреть ролик. К подобному выводу пришла еще одна группа ученых. В ходе эксперимента выяснилась связь между насыщенностью цвета и ощущениями игрока. Чем более насыщенный цвет, тем выше вероятность того, что игрок испытает радость или подобные позитивные чувства. При этом, чем ярче цвет и освещение, тем более уверенно он себя чувствует. Еще один инструмент управления эмоциями – разнообразие цветов. Разнообразная палитра может вызвать радость или восторг. Если чуть-чуть поколдовать или ввести пару нюансов, то волнение или возбуждение. При этом однотонная палитра, наоборот, успокаивает. Для более наглядной иллюстрации зависимости между насыщенностью, яркостью, разнообразием цветов и эмоциями игрока, ученые составили специальную диаграмму. Опираясь на эту таблицу, можно проследить, какие эмоции разработчики стремятся вызвать у игрока на протяжении игры. Например, Джорни по задумке должна вызвать умиротворение. Поэтому локации в ней довольно однотонны. При этом основной цвет меняется на протяжении игры от уютного оранжевого к более холодным цветам. По цветовым палитрам в популярных играх можно проследить, как менялась мода на цвета от года к году. Так, например, в 1987 году палитры пяти самых успешных игр пестрели яркими красками, а в 2012 наоборот доминируют более тусклые оттенки синего и коричневого. Это было вызвано в том числе тем, что многие разработчики намеренно снижали насыщенность цвета, чтобы добиться более реалистичного визуала. Повальное увлечение тусклыми цветами даже привлекло к появлению мема «реалистичный, значит, коричневый». Вы этого не ждали, а оно пришло, интеграция нашего продукта. Мы в школе запускаем курс по концепт-арту, где тебя научат работать с цветом, композицией, с акцентами, чтобы сделать твою работу более узнаваемой. И главное — рассказывать истории визуальным языком в одном кадре. И все это в связке с 3D-шечкой, то есть полный пак навыков, с которыми тебя с руками оторвут. А учитывая, что сейчас из дома выходить не рекомендуется, чтобы сочевать с пользой, переходишь по ссылке, там курс, регистрируешься, он скоро достаточно уже начнется, так что я тебе рекомендую поторопиться. Курс ведет Иван Растригин, он практикующий концепт-артист, который работал над кучей классных игр. Поэтому хорошенько наберешься опыта, а если не готов платить, то у нас есть парочка бесплатных курсов. Ты не выходи из комнаты, не совершай ошибку, лучше заходи к нам, у нас тут тепло, весело, интересно, уютно. Я все сказал, продолжаем. Еще одна важная функция цвета в играх – разграничение противоборствующих сторон. Например, одна будет окрашена в красный цвет, а другая в синий. И тут тоже есть нюансы из психологии. Например, Джейми Маддиган, психолог и автор блога «Психология видеоигр», обращает внимание на особое свойство красного цвета. Подсознательно он ассоциируется с агрессией, доминированием и высоким уровнем тестостерона. Этот феномен был давно известен в спорте. В среднем судьи склонны принимать решения в пользу спортсменов именно в красной форме. Плюс красный свет психологически давит на их противников. Как выяснилось, это работает и в играх. К примеру, в 2007 году красная команда побеждала в Unreal Tournament на 5% чаще, чем синяя. С одной стороны, это не так уж и много, с другой — многовато, чтобы списать на чистую случайность. Стоит ли вам всегда выбирать красную команду, если есть такая возможность? Исследования показывают, что это точно не повредит. А может быть, и поможет. Создатель The Inner World Анджин Анхат выделяет три основных варианта расцветки двух противоположных команд. Синий и красный, зеленый и красный, синий и оранжевый. Он объясняет это тем, что разница между этими цветами наиболее заметна для человеческого глаза. В 2017 году шведский исследователь Матиус Мансен решил разобраться, влияет ли цвет на восприятие персонажей. Он показывал испытуемым двух персонажей разного цвета и спрашивал, кто из них злой, а кто добрый. Оказалось, что однозначно добрыми цветами игроки считают зеленый, белый и в чуть меньшей степени синий. Однозначно злые — красный и черный. Желтый и фиолетовый тяготеют к добру, а коричневый и серый — к злу. Но при этом только в одном из 15 сравнений у респондентов было четкое мнение о том, какой персонаж добрый, а какой злой. Подобным стереотипам разработчики следуют далеко не всегда. Например, рассказывая о создании Шангрела для Far Cry 4, арт-директор игры Джошуа Кук объяснил, почему разработчики решили окрасить зло именно в синий цвет, который, согласно исследованиям психологов, считается добрым. Им нужно было что-то, что контрастировало с красно-золотой палитрой Шангрелы и казалось чужеродным в этом мире. Ну и плюс ассоциировалось с синей формой противников из основной игры. Левел-дизайнеры часто используют цвет для навигации. К примеру, в Mirror's Edge наиболее эффективный путь до цели всегда отмечен красными объектами, а в Last of Us постоянно нужно двигаться в сторону чего-то желтого. Это известный психологический трюк — после пары желтых дверей мозг игрока подсознательно начинает искать вокруг желтые вещи. Наиболее эффективным в этом плане некоторые считают именно красный, из-за того, как его воспринимает человеческий глаз. Но исследования показывают, что в этой роли может выступать любой цвет, главное тут — постоянство. В 2007 году исследователи организовали эксперимент. Игроки должны были провести машину по черно-белому городу, и когда подъезжали к развилке, одни из них должны были повернуть в сторону желтой стрелочки, другие — в сторону синей. В какой-то момент на дорогу вылетал мотоцикл, и водителю нужно было резко повернуть, чтобы избежать столкновения. Если цвет мотоцикла соответствовал цвету стрелочек, по которым должен был следовать водитель, то игрок реагировал гораздо быстрее и с большей вероятностью избегал столкновения. И поскольку мозг привык вычленять на экране синие стрелочки, он отреагировал и на синий мотоцикл. Левел-дизайнеры пользуются этим свойством мозга, чтобы заострять внимание игрока на нужных им объектах. Это наш пляж. Это наш пляж. В играх важна визуальная иерархия. Разработчик должен быть уверен в том, что игрок смотрит именно туда, куда нужно. Дело в том, что количество объектов на экране, которые мозг способен осмысленно обрабатывать одновременно, ограничено. Для выделения используют не только разные цвета, но и оттенки, насыщенность и яркость. При этом многие левел-дизайнеры пытаются не только подсвечивать необходимые объекты, но и одновременно кодировать определенные эмоции при помощи цвета. Например, автор платформера Lightfall Мэтью Роббеллард у себя в блоге разобрал, что стояло за каждым цветовым решением. В начале игры доминирует загадочный голубой цвет, переходящий в синий. Игрок пока не знает, кто он и где оказался, поэтому все окружение создает таинственную атмосферу. Как мы помним по исследованиям Роберта Платчика, голубой — это удивление. В ходе путешествия по миру персонаж начинает узнавать его получше и в какой-то момент сталкивается с магическими объектами. Они окрашены в ярко-розовый, поэтому должны выделяться. Синий цвет отдельно — это загадка, но синий с розовым — это уже магия. Добавляйте цвета на уровень медленно, делайте так, чтобы они соответствовали эмоциям, которые игрок должен испытывать. В итоге у вас получится иммерсивное путешествие. По мнению Роби Ларда, при работе с цветами вовсе не обязательно использовать стереотипы. Розовый цвет ни у кого не ассоциируется с опасностью, а ведь в Lightfall используются кристаллы, которые убивают игрока, если он их коснется. Но разработчику не понадобилось дополнительно подсвечивать их красным и ставить табличку «Осторожно, розовые кристаллы опасны». За него все сделала цветовая палитра. Увидев ярко розовые кристаллы посреди тусклого синего мира, игрок немедленно понимает, что с ним что-то не так. Создайте смертельно опасный желтый банан, или добродушного красного медведя. Игроки хотят чего-то оригинального. Так предоставьте им это. Самое главное, чтобы цвета правильно сочетались. По подобному принципу работает уже упомянутая Шингри Лайс в Far Cry 4. Практически все окружение выполнено в красной-золотой палитре, но все интерактивные объекты, от веревок до взрывающихся урн, сделаны оранжевыми. По словам арт-директора Джошуа Кука, оранжевый достаточно гармонично сочетался с золотым, но при этом был достаточно заметен на его фоне. Изначально на плейтестах игроки бегали вокруг объектов и не могли понять, что с ними делать, полностью игнорируя огромную ручку на боку. Но как только мы ввели в игру оранжевый цвет, эта проблема исчезла. И для того, чтобы выделить определенные объекты, не обязательно делать фон однотонным. Распространенный вариант. Понижаем насыщенность фона и оставляем ее точечно в тех местах, на которых нужно сфокусировать внимание. Таким образом, разнообразная палитра не будет мешать глазу зацепиться. Вот такая тема по цвету. Ну, если хотите больше подобного контента, то переходите в наш телеграм-канал или в паблик. Там каждый день публикуются статьи о геймдеве и кино, и мы специально зовем всяких опытных чуваков из индустрии, чтобы заручиться их экспертным мнением для веса. Ну, а еще не забывайте, что мы делаем курсы. Сейчас пока еще актуален набор на курс по левел-дизайну, по концепт-арту. Ссылочки все в описании. Еще будет здорово, если ты подпишешься или лайкнешь. Это помогает продвижению канала, и мы будем тебе благодарны. Спасибо. Меня зовут Алексей Луцай, сценарий подготовил Артемий Леонов, а смонтировали мы это все вместе с Сашей Рыбаковым. Увидимся в следующем ролике. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok